Анатолий Попов впервые выставляется в Одинцов. Со своей коллекцией художник объехал почти всю страну. Его работы пользуются популярностью. Многие из них находятся в частных коллекциях за рубежом. Мастер не пишет картины, он пишет сюжеты, в каждой из которых закладывает свой смысл и свой шифр. Но то, что вы здесь видите, это часть моих работ, потому что много работ уже далеко отсюда, что-то далеко за рубежом, что-то за океаном, что-то в Европе, что-то есть в коллекциях у коллекционеров, в том числе и здесь, в Московской области, в Москве. А выставка вот такая большая, насколько возможно, насколько позволяет зал, она впервые в Одинцово. Хотя я уже раза два выходил на такую, на общую тюдовскую выставку, на городские мероприятия. Мы бы не увидели всей этой красоты, если бы еще в молодости жена Анатолия Попова Татьяна не разглядела в муже талант и не направила его в нужное русло. Это не просто быть женой творческого человека, а она и не просто жена. Татьяна – муза, вдохновение, самый строгий критик и просто любимая женщина художника Попова. Как все творческие люди, художники очень эмоциональные, так что не каждая женщина может вот эти эмоции выдерживать. Ну, нормально, когда в хорошем настроении, все прекрасно, замечательно. Помогаю ему, чем могу, вдохновляю, когда возможность такая имеется. Иногда спорим, иногда ругаемся. Ну, в общей сложности все нормально, прожили очень долгую и счастливую жизнь. Выставочный зал Историко-Краеведческого музея словно обрел новую жизнь. Это в какой-то мере действительно эпохальное событие для нашего города. У нас, в общем-то, можно сказать, эпохальное событие в музее происходит в Одинцовском, потому что те традиции живописи русской, которые сейчас можно видеть на стенах здесь, в выставочном зале, они вот как раз с одной стороны где-то утрачиваются, потому что, например, в миниатюре, которую можно вот здесь посмотреть, уже очень мало людей работают. С другой стороны, можно говорить о том, что вот продолжаются русские традиции, да, благодаря вот Анатолию Попову. Ну, и дай, даст Бог, у нас есть много достаточно в городе школ живописи, да, дети, которые будут иметь возможность возвращать с каникул сюда прийти, посмотреть, прикоснуться вот к истокам, не побоюсь этого слова. Вот, возможно, у них тоже зародится желание в таком же стиле продолжить рисовать. Прекрасная работа живописца не профессионала, но человека, преданного искусству, который отдал много сил на воплощение мечты и сумел так тонко переложить образы и мысли на холсты. В каждой работе есть какой-то шифр, потому что, если вы начнете смотреть, то вы увидите, что, а, вот здесь он что-то хотел сказать, а вот здесь он хотел сказать. То есть мы пишем работу, чтобы ее прочитали. Мне бы хотелось, чтобы зритель не только пришел, а кинул взором все, но чтобы он прочитал. Может, даже выбрал одну для себя картину, а, скорее всего, всегда у кого-то будет одна картина. Мы знаем художников, мы знаем Саврасова, но знаем «Грачи прилетели», это Саврасов. Остальное нет, никто не вспомнит. Мы знаем других художников, смотрим «Дети, бегущие от грозы», а это вот этот художник, там еще кто-то какой-то художник. Поэтому мне бы хотелось, чтобы кто-то здесь выбрал для себя одну работу, прочитал ее и сказал о ней, что хорошо ли я об этом написал. Как вы читаете рассказы? Говорят, хороший рассказ, средний рассказ, ну так себе. А прочитали, говорите, хочу еще раз этого автора почитать. Мне бы хотелось, чтобы к этому автору еще раз пришли, когда будет выставка, они скажут, так там же Попов выставляется, пойдем туда. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.